Their work complete, are headed back to the lab. F50R считается универсальным, ведь он располагает большим набором рабочих режимов и обладает яркостью на 3700 люмин в сумме для двоих диодов. Эта модель хорошо подходит для использования на работе в больших помещениях со слабым освещением. Также этот фонарь пригодится любителям отдыха на природе. Его вид сразу показывает, что штука очень добротная и надежная. Корпус сделан из авиационного алюминия, а самому фонарю по барабану любая вода, падение и грязь. Есть защита от короткого замыкания, драйвер стабилизации яркости, полностью влагоизолированный корпус из алюминия, невосприимчивый к окислительным процессам. Эта модель весит 472 грамма, а потому продается вместе с ремешком, позволяющим носить фонарь на плече. Его можно использовать как ручной фонарь или же установить его в качестве настольной лампы, когда включен вспомогательный светодиод. Длительную работу без подзарядки этой модели обеспечивает аккумулятор производства бренда Phoenix. Его емкость составила 5200 мАч, а общее количество циклов перезарядки достигает 500. Чтобы зарядить аккумулятор повторно после того, как он сел, можно подключить фонарь напрямую к источнику энергии через кабель USB Type-C. Кстати, не во все телефоны ставят Type-C, а тут в фонаре такая зарядка, солидно. Важной функцией для этой модели является возможность использования самого фонаря с заряженным аккумулятором в качестве пауэрбанка для других устройств. Возле зарядного порта есть также индикатор заряда аккумулятора, что удобно. Итак, сейчас будем тестировать вот этот поисковый фонарик. Посмотрим, как он светит. Это у нас максимальное свечение, если что. Вот у нас обычные свечения, минимальные. Сейчас вы видите на своих экранах, сколько это люмен. Второй режим. Ну, на камеру оно очень будет плохо видно, но мне вживую прям видно-видно капитально пол леса. Третий режим. То есть, видно очень хорошо, очень. И четвертый режим максимальный. Пятно у нас очень большое, очень глубокое. Бьет фонарь дально, как вы видите. То есть, ну, фонарь мое почтение. Я лучших фонарей еще не видел. Реально вот не видел. Это у нас передний фонарик этого фонаря. Теперь давайте посмотрим, как работает фонарик поменьше, второй. Вот у нас максимальное свечение. Как вы видите. Вот у нас минимальное. Ну, при минимальном свечении ничего почти не видно. Вот, вы можете наблюдать сейчас. Это у нас второй режим на боковом фонаре. Вот у нас третий режим. То есть, у нас свет не направленный, а рассеянный. Максимально рассеянный. Но видно прям очень капитально мое почтение. Ну и вот максимальный четвертый режим. Вот видите, я ошибся. Максимальный четвертый режим. Очень рассеянно видно. Далеко на метров, наверное, 40-30, где-то так. Но видно, луч рассеивания очень большой. Ну и давайте еще раз. Вот, максимально. Видите, луч бьет очень далеко. И луч не рассеянный, а сконцентрированный пятном. Вот у нас минимальный режим работы. Второй режим работы. Уже прилично бьет. Третий режим работы. Вот он у меня в руках. И вот он так бьет. И четвертый. Мое почтение. Что я сразу отметил при тесте, так это эргономику. Пользоваться фонарем очень удобно. Его ручка это просто чудо. Цена, конечно, совсем не бюджетная. Но такие агрегаты не могут стоять дешево. Качество сборки и мощность устройства сразу дают понять, что этот фонарь нужен далеко не всем. А те люди, которым он нужен в различных ситуациях, точно оценят его способности и качество. А вот значительно дешевле, но также мощный и универсальный налобный фонарь Fenix HL18RV. Это недавняя новинка от Fenix. Подходит для занятий спортом, на рыбалке, в туристическом походе, либо для ремонта. В фонаре предусмотрены 6 режимов работы, а именно 3 режима дальнего и 2 режима ближнего света, а также режим SOS. Найбольшая дальнобойность составляет 85 метров, а максимальная яркость 500 люмен. Также в нем есть защита от пыли и влаги. Управляется легко и просто при помощи двух кнопок. Этот фонарь располагает сразу несколькими светодиодами. Нейтральный белый свет получается благодаря Cree XPG3S3 и Everylight 2835. В обоих случаях ресурс работы составляет 50 тысяч часов. Маленькие светодиоды дают рассеянный свет, который очень удобен в небольших помещениях, либо при освещении небольшого участка. А средний фонарь дальнобойный, для освещения дороги или чего-то другого на дальнем расстоянии. У модели есть литий-полимерный аккумулятор, который был разработан специально для него. Емкость аккумулятора достигает 1300 мАч. Фонарь можно заряжать при помощи микро-USB кабеля. Он также включен в набор. Кроме того, сюда подходят три никель-металлогидридные батарейки 3А. Управлять всеми доступными режимами довольно легко. Для этого у пользователей есть в распоряжении две кнопки. Кнопка дальнего света применяется для включения либо выключения фонаря, для переключения между режимами, а также для блокировки и выбора режима дальнего освещения. Кнопка ближнего света применяется для включения и выключения, перемещения между режимами, А также для блокировки и выбора режима ближнего света Для контроля заряда имеется специальный индикатор Четыре лампочки индикатора располагаются под центральным диодом модели Итак, у нас налобный фонарик Сейчас режим на дальность свечения Вот у нас минимальный режим Чтобы понимали, дерево у меня в 3 метрах Вот дерево отлично видно Вот у нас фонарик в руке 3 метра вот так освещает Отлично, в принципе, могу вам сказать Потом идем дальше Второй режим Вот, отлично освещает Ну, уже на метров 20, наверное, вдаль освещает Третий режим Вот такой Освещают уже на метров, наверное, 40 Вдаль Еще раз, первый Второй Третий режим Третий режим освещает, ну, на метров 40, реально, вдаль Это у нас первый режим на дальность Теперь второй режим Вот, у нас еле-еле светит Видно То есть это для того, чтобы освещать какие-то ближние участки Ну, он на метров, не знаю, на метр, наверное, освещает он Второй режим, рассеянный Также, видите, как оно рассеивает Ну, на метров, не знаю, на метров пять освещает вдаль И третий SOS Еще раз Первый Второй SOS Для налобного фонаря, я считаю, вообще очень с головой То, как он светит, потому что у меня уже на налобников прям целая куча была Итак, еще раз посмотрим Дальнее свечение этого фонаря Не рассеянные, а именно дальние Второй И вот третий режим Просто бомбически видно Ну, на метров, не знаю, сорок, но может даже пятьдесят Видно, вот, смотрите Вон, деревья видно, вверх деревьев Деревья высокие Это у нас налобный фонарик Тест на его максимальное свечение Как вы видите Все видно Кроме деревьев видно Так, посмотрим, минимальное свечение Ну, почти ничего не видно вам в камеру Мне видно более чем нормально Камера весь свет не передает Вот, второй его режим Третий режим Еще раз Первый режим, ничего не видно Второй режим, видно мое почтение На метров, наверное, с двадцать И третий режим Давайте пройдемся Кроны деревьев, смотрите Вполне Очень-очень годный Фонаричек Налобный феникс Очень прям рекомендую Это у нас направленный Дальний свет Давайте посмотрим Рассеянный свет Включили свет Рассеянный Ну, вам сейчас не видно Мне видно Ну, слабенько А вот у нас второй режим Рассеянного света Видно также более-менее хорошо Он у нас, замечу, теплый этот свет Теплый, теплый оттенок У меня уже были налобные фонари Не только от феникс И этот экземпляр Очень достойный к рассмотрению Главной его фишкой считаю Свой аккумулятор Который можно подзарядить От микро-USB кабеля Ну и мощность Мое почтение Вы как считаете Кому нужны такие фонари В каких профессиях И вам бы лично Какой фонарь больше всего пригодился Ставьте лайк И подписывайтесь на канал Я готовлю для вас Еще много интересных обзоров Разных устройств Спасибо вам за просмотр И увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok